О напряженной политической обстановке в Артемовском известно далеко за его пределами. И постоянное противостояние чиновников и депутатов высшее руководство окрестило конфликтом и пытается примирить, увы, непримиримые пока стороны. Так как депутаты отстаивают интересы своих избирателей, а глава – свои. Когда же наступит тишь да гладь и да божья благодать в отношениях исполнительной и законодательной властей муниципалитета? И возможно ли вообще их совместная работа в нынешних реалиях? Вопросы, которыми сегодня задается практически все население Артемовского городского округа. Но несмотря на всю конфликтность в отношениях наших некоторых думцев с главой Артемовского городского округа, как оказалось, мир возможен путем решения этого самого конфликта с помощью уникальной методики – аналитический конструктор, разработанную уральским политологом Андреем Мазолиным. Книгу о разрешении конфликтов эксперты оценивают как политическое оружие. Презентация аналитического конструктора состоялась в Екатеринбургском доме журналиста. Фактически речь шла об издании учебника, предназначенного для представителей органов власти по анализу конфликтов. Кстати, методика была разработана автором на основе его опыта работы и работы его команды. Мы мониторили все проблемные территории, которые были в Свердловской области. Поэтому книжки очень много, ну не немного, а все 13 кисов, они так или иначе связаны со Свердловской областью. Как минимум по той простой причине, что с точки зрения политической активности, по моим непросто ощущениям, а можно посмотреть по стране, Свердловская область всегда была при непонятности. С точки зрения технологии и активности, ну и последние несколько месяцев мы с вами наблюдаем достаточно много интересных процессов. Конфликт главы Артемовского городского округа с депутатами местной думы – весьма интересный процесс, который вполне разрешаем с помощью аналитического конструктора Андрея Мазолина. Ведь методика автора построена на таких примерах, как экологические войны в Азбесте, отставка главы в Алапаевске, война за власть в Верхней Салде. Конфликты между группами депутатов, два спикера в одной думе, кто лишний – город Средний Уральск. Когда мы говорим о первом типе исполнительная и представительная власть, у нас какие могут быть версии? Есть глава, с которыми могут воевать отдельный депутат, группа депутатов, председатель думы. Понятно, что могут быть там вариации, могут быть разные коалиции, но три основные модели получаются именно таким. В этом плане хороша книжка – тем, что мы смогли построить модели каждого из этих групп конфликтов. То есть берем конкретную ситуацию, там глава, председатель думы, есть модель, есть анализ стратегий, есть конкретные примеры. Для того, чтобы проанализировать любую конфликтную ситуацию с помощью аналитического конструктора, достаточно всего 30-40 минут, отмечает автор. Как, в принципе, это все работает. То есть, с одной стороны, аналитический конструктор – это вот стандартный список вопросов, которые мы задаем в конфликтной ситуации. Кто участники, какими ресурсами обладают, какие у них цели, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть набор стандартных элементов, на основе которых мы конструируем вот эти вот ответы. В том числе, как бы, что происходит и что будет, и, в конечном счете, какими действиями мы можем ту или иную проблему решить. При этом, как бы, получаются такие вот страшные модели. Есть одна интересная штука. Значит, на уровне модели мы всегда задаем еще вот такую вот штуку, которая называется «Неизвестный факт». Потому что, на первый взгляд, это может быть конфликтная ситуация между, ну, условным главой и, там, председателем думы. Но могут быть некие другие интересанты, которые будут влиять, имеют свои интересы на этой территории, которые будут, допустим, поддерживать на местный бизнес, который будет в свое время оказывать, в свою очередь, оказывать влияние, как бы, там, допустим, на фракцию или на отдельно взятых депутатов. Или они будут оказывать, или это будет какая-то, скажем так, поддержка инициатив председателя Думы и так далее. То есть здесь это модель. И когда мы ее накладываем на конкретную ситуацию, мы просто можем этот «Неизвестный факт» убрать, если его нет. Да. Мы можем убрать те или иные ресурсы, которые реально не используются в данной ситуации. Ну, потенциально могут, допустим, использоваться. Как оказалось, аналитический конструктор действительно уникальная в своем роде и полезная методика, с помощью которой решаются даже порой, казалось бы, тупиковые проблемы в отношениях, примерно как в Артемовском. Соответственно, главе Артемовского городского округа просто необходимо обзавестись экземпляром аналитического конструктора, научиться слышать окружающих. И работа пойдет на благо всего района и всех его жителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!